Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал АМАРКЕТС, оставлять вопросы по инструментам, активам, которые вас интересуют в секции с комментариями. И не забывайте ставить, друзья, лайки. Ну что ж, я считаю, что мы можем охарактеризовать текущую неделю как крайне удачную для наших трейдов, потому что мы изначально делали большую ставку на снижение курса американского доллара, разбирали этот инструмент через индекс американской валюты и сейчас в моменте наблюдаем за котировками в 90 с небольшим, друзья. То есть фактически индекс доллара сейчас топчется рядом с уровнем практически психологической поддержки. Если мы этот уровень пробиваем, то, разумеется, открывается дорога для еще более глубокой коррекции и фундаментально оправданного снижения. Я думаю, что сегодня, наверное, на закрытии этой недели мы не будем повторяться касательно аргументов и причин, почему доллар нужно снижать. Очень рассчитываю на то, что вы внимательно следили за контентом всей этой недели, за всеми моими доводами касательно новых мер экономического стимулирования и воздействия этих стимулов на американскую валюту. И комментарии сейчас о том, что доллар позиционно должен слабеть, будут излишними. Обращаю внимание лишь на вчерашний отчет по заявкам на поступие по безработице. Это один из основных индикаторов, которые позволяют нам понять, как обстоят дела с американским рынком труда. Это сектор, который не нужно ни в коем случае, не нужно недооценивать. И проблемы пандемичные, они продолжают там проявляться. Общее количество обращений, первичные, друзья, 900 тысяч. Я считаю, что вот наступит через какое-то время очередной период для публикации отчета, и мы увидим значение выше 1 миллиона. Я могу так говорить, потому что вижу, насколько плохо сейчас американская экономика справляется с последствиями ковида. Если бы, лишь повторюсь, что если бы власти США не были настолько заморочены и удручены, что ли, выборами, которые мы уже оставили в истории, вот в последнем квартале, и согласовали бы меры экономической помощи в четвертом квартале 2020 года, то в первом квартале пошло бы уже то оздоровление, на которое можно было бы рассчитывать. Но сейчас квартал потерян. По основным индикаторам американской экономики промышленность, сфера услуг, рынок труда, инфляция, розница. Мы видим то, что американская экономика продолжает стоять на колеях. И, соответственно, вот эти разговоры о том, сколько денег нужно выделить и как это поможет, поможет ли вовсе, эти разговоры являются сейчас, пожалуй, ключевой темой всех финансовых рынков. Я надеюсь, что у вас априори готов ответ. Если кто-то у вас поинтересуется и спросит, что может случиться с американской валютой, вы должны отвечать, что доллар позиционно будет слабеть, потому что мы вступили в эру слабоамериканской валюты, мы вступили в эру вертолетных денег, которые будут раздавать демократы. Как заработать на политике Байдена на демократическом курсе сверхагрессивного стимулирования, продажи доллара, покупка золота, всего рынка драгоценных металлов. По золоту, кстати, тоже очень хорошо мы сходили в рамках этой недели. И фактически сейчас котировки 1863 прибавили около 30 долларов. Это тоже еще не предел, рост продолжится. Я думаю, что еще неделька и увидим значение выше уровня 1900 долларов за тройскую унцию. Следующий виток более мощных, выраженных и динамичных распродаж доллара и роста золота последует тогда, когда пакет на 1,9 триллионов долларов будет согласован в Конгрессе. Я думаю, друзья, произойдет это уже максимум в ближайшие две недели. Ждать осталось совсем недолго, совсем чуть-чуть. По поводу других инструментов. Евро против доллара 1,2172, как мы предполагали вчера, заседание Европейского Центрального Банка. Комментарии о готовности к дополнительному стимулированию. Это благо для главной валюты рынка Форекс. Поэтому очередное заседание, итоги его реакции евро, рост до почти значения 1,22. То есть пока что история работает. Мы пытались накинуть прежние прецеденты реакции евро на мягкую риторику ИЦБ в 2020 году. На будущее заседание. Это вот до того, как вчера заседание состоялось. И оказались правы. Действительно, чем мягче сейчас звучит риторика ИЦБ, тем больше шансов у евро восстановиться. Ставки, безусловно, оставили на прежних значениях. Мы не думали, что они могут измениться. А по поводу заявлений, которые стали причиной роста евро. Это то, что ставку будут удерживать низкой в течение длительного периода времени. И так же, как в ситуации с ФРС, до тех пор, пока не будет достигнут целевой показатель по инфляции. Но, правда, в рамках ФРС мы не можем сейчас точно определить этот целевой показатель по инфляции. Поскольку с некоторых пор там действует политика инфляционного таргетирования. Но в рамках еврозоны, друзья, я могу точно сказать, это значение 2%. А сейчас годовая инфляция минус 0,3%. То есть, даже при самом оптимистичном сценарии, показатель инфляции удастся добраться до цели только лишь в перспективе нескольких лет. Ну и, конечно же, Кристин Лагард повторила, что готова при необходимости увеличить экстренные фонды финансовой помощи. И, скорее всего, это произойдет, потому что риски остаются нисходящими. На этом, собственно, евро воспрял духом. Доллар в этот момент еще и снижался. Придал дополнительное ускорение европейской валюты не только евро, но и прочему риску. Поэтому, друзья, мы завершаем эту неделю в очевидном восходящем тренде. Точнее, возобновлению роста этого дуэта финансовых активов. И я предлагаю еще раз задуматься о том, какой уровень может стать следующей остановкой для пары евро-доллар. Если вас интересуют цели инвестбанков, Сити после вчерашнего заседания ЭЦБ пересмотрели ориентиры с уровня 1.26 до отметки 1.30. И вы знаете, я разделяю такую позицию, считаю, что евро реально сможет добраться до таких значений. Фунт против доллара 1.37.11. Фунт идет следом за прочими рисковыми инструментами, отрабатывая слабости доллара. Сегодня куча статистики по Британии. Посмотрим, как на нее отреагируют трейдеры. Ну и, соответственно, в понедельник попробуем еще раз оценить перспективы фунта уже с учетом новых статистических вводных, с учетом прошедших выступлений руководства Банка Англии, которое посвящено также тому, что может произойти с монетарной политикой в условиях ковида. Оценим то, что произойдет в выходные с учетом ковида и продолжающейся программы вакцинации, которую многие считают довольно эффективной в Англии. И вернемся к вопросу того, как действовать по фунту далее. Но эту неделю, друзья, я завершаю, вы наверняка знаете, по-прежнему с старым добрым трейдом, ну не очень добрым, но трейдом, который направлен на снижение все-таки британской валюты. Нефть 55.33, нефть топчется в коридоре 55.56.50. Я буквально несколько дней назад встал в лонг, только лишь поддавшись на общий рыночный позитив. Пока что из этой сделки выходить я не буду. Доллар канадец, друзья, сегодня растем 1.2670, и это нормально. С небольшим временным лагом мы увидели то, что должно было случиться с канадцем ранее, потому что на канадца ранее, два дня назад, должно было надавить заседание Банка Канады, в ходе которого мы получили четкий сигнал того, что из-за ситуации с ковидом Банк Канады будет готов действовать, потенциально увеличивая программу количественного смягчения и даже снижая процентную ставку. Это первый нюанс. Мы помним данные по инфляции, которые являются лакмусовой бумажкой того, что розница остается крайне подавленной. То есть тогда, когда Банк Канады пересмотрел прогноз экономического роста до 4% в 2021 году, в середине 2020 года Банк Канады ожидал рост больше, чем на 6,5% в 2021 году. Сейчас посмотрите, насколько сильно оказались пересмотрены в негативную сторону ожидания по экономическому восстановлению. Но я могу сказать, что из-за тех слабых значений по инфляции, которые мы видим, скорее всего, темпы экономического роста будут еще хуже. Но потому что другого не дано. Если инфляция не растет, значит нет ожидаемых показателей восстановления розничных продаж. И эта тенденция, друзья, будет продолжена. Нефть, пожалуйста, еще одна причина, которая должна была ранее надавить на котировки канадца. Ну и я уже комментировал, по-моему, одно из первых решений Байдена касательно остановки работы над нефтью проектом Кейстен XL, который имел очень большое, скажем так, стратегическое значение для канадской экономики и фактически обеспечивал больше 3000 новых рабочих мест. Сейчас канадская экономика их потеряет. Очень рассчитываю на то, друзья, то, что канадец начнет адекватно интерпретировать, анализировать, реагировать на этот фон и покажет то ослабление, которое мы должны были видеть еще ранее. Цель 1.30 сохраняется. Биткоин, как я и говорил, коррекция продолжается. 31 486 долларов сейчас. Индекс Fear and Greed по биткоину, на который я рекомендовал вам обращать внимание ранее, сейчас показывать значение 40 и, в принципе, друзья, этого достаточно, чтобы вот сейчас в моменте на текущих уровнях снова задумываться о покупках. Если вы интересовались, когда же стоит перезайти в биткоин, если, может быть, раньше не открывали позиции и хотите все-таки поучаствовать в этом восстановлении, сейчас, наверное, самое время. S&P 3835 пунктов, до 4000 остается все меньше и меньше, и мы точно доберемся до этого целевого значения. Может быть, друзья, даже до конца этого месяца. На этом, собственно, все. Хорошего вам закрытия недели и замечательных выходных. Всем пока!